Вы говорили, что вы ездите каждый год в Теплик на место гибели вашей семьи. Памятник там есть? Значит, там, на этом месте, это в поле, была могила, и там ничего не было. Только вот эти три могилы. Одна могила 1100 человек, это, кто были расстреляны в мае 1942 года. Это 40 человек, это в 43-м году, когда вылавливали специалистов. И еще одна могила, в которой похоронены подпольщики. Это красноармейцы, комсомольцы, члены партии. К сожалению, местные власти никаких мир не принимали, чтобы как-то увековечить это место. Поэтому еще в 48-м году, я, будучи студентом в Одессе, еще три человека, значит, это земляков, трактовянка, бывший, хазан, это синагоги. Потом был еще Мазус и Малый. Мы стали писать, узнавали адреса родственников и предлагали, чтобы они, значит, их помогали для того, чтобы мы, значит, могли поставить памятник на этом месте. В 48-м году в Одессе мы изготовили этот памятник, взяли полуторку, все необходимое, приехали, поставили. Обелиск, он невысокий обелиск, и до сего времен он стоит. Там, правда, он наклонился. Вот на фотографии есть, можно будет посмотреть. Это Иштархетник. В первые годы, вот в 40-е годы, в начале 50-е годы, когда приезжало где-то 100-150 человек родственников и оставляли, кто сколько мог, деньги. Там была инициативная группа из тех европейских жилей, там их очень мало осталось тогда. И они, значит, смотрели за этим, взяли обморовку из кирпича, штахетник, посадили деревья. К сожалению, здесь сейчас очень мало осталось родственников. И очень мало проезжает. Для примера, значит, в 96-м году настолько 5 человек приехало. Значит, собирались на этой могиле. Если раньше проезжал из Винницы раввин, а потом мужчина, который мог прочитать поминальную молитву, так сейчас никто. И последние годы, я хотя не знаю молитвы, но по молитвнику я, значит, это стараюсь, значит, прочитать поминальную молитв по всем погибшим. Здесь тоже есть фотографии, можно посмотреть в этот момент. Единственный случай, когда было 50 лет со дня этой трагедии, значит, местные власти организовали туда, значит, митинг из разных организаций, представителей туда. Пришли, там был митинг, телевидение, то есть это не телевидение, а радиокомментатор, там был корреспондент, был митинг, выступал и я от имени родственников погибших. Здесь и в газете Вести Топлочин, и районные газеты, было публиковано, и это все у меня были выяснены кассеты с записью этого митинга. Это был единственный случай, когда, это сейчас, эти могилы заросли, штафетника нет, потому что разобрали на топливо, деревья спиливают. Но единственное, что удалось сохранить это место, потому что в свое время местные властей поселкового совета появилась идея сделать так называемое захоронение к вечному огню. В центре этого местечка вечный огонь, где там погибшие во время освобождения и погибшие воины-тепличане. Мы поняли так, что когда мне написали в Одессу, я понял, что возьмут просто пару гриферов земли, самосвалом перевезут туда, а это все распашит это место. И я тогда взял, написал письмо в президенте Верховного Совета, тогда я был врачевым председателем, и оттуда пришло указание не трогать это место. И до сего времени, даже после этого несколько раз этого пытались все это сделать, но мы не даем, пока мы живы, мы даем это делать. В своем выступлении, когда 50 лет было, значит, это последние слова, которые были, что нас совсем мало осталось евреев и родственников. Постепенно все уходят из жизни, и мы обращаемся с просьбой к вам, жителям, чтобы вы все-таки помнили об этом, об этой катастрофе, и об этом есть. И в газете вот здесь есть это, здесь это все было публиковано, все это.